В лесу уже практически сошел снег, становится теплее, и на солнце стали выползать змеи. Вот так идешь себе по дорожке, вроде бы никакой опасности, однако есть вероятность наступить на одну из них. Ну мы сейчас находимся в классическом гадюшачем, я бы сказал, месте, то есть это как раз край верхового болота, ну верховое или клюквенное, часто его клюквенным называют. Вот как раз в этом месте вдоль болота и зимуют, точнее уже зимовали гадюки. В Ленинградской области распространены ужи, их можно определить по желтым, оранжевым и грязно-белым пятнам возле головы. Они не ядовиты. А еще гадюки. На их телах пятен нет, зато во время укуса они впрыскивают яд. Да, вот прямо их норы. Вот они сейчас там точно лежат. И вот здесь у них любимое место. Присмыкающиеся просыпаются сразу, как только становится теплее. Они выползают погреться на солнышке. Итак, первая ошибка – это неправильная экипировка или полное ее отсутствие, так? Совершенно верно. Когда идете в лес, я всегда рекомендую одевать сапоги. Даже можно невысокие, буквально по щиколотку. А палка обязательно? Да, я всегда с палочкой, вот даже вот такой тоненькой достаточно. Почему удобно? Например, нашли вы гриб или земляничную поляну, палкой прямо пошевелили, по траве даже вот так постучали, змея услышала, почувствовала вибрацию и уползла. Защитят джинсы или плотные брюки, сапоги и даже кроссовки. Гадюка не нападает первой. Только в том случае, если на нее наступить или попытаться взять в руки. В основном бьет в щиколотку. От укуса возникает отек, а через полчаса можно почувствовать головокружение, тошноту и судороги. Возможно, потеря сознания. Если нашли гриб, не надо к нему набрасываться, как будто у вас его кто-то отберет. Аккуратно посмотрели, нету змеи, наклонились, собрали. Если нашли земляничную поляну, кстати, гадюки очень любят греться как раз на высоких... Вот, гадюка, гадюка, пошла, вторая, вторая. Если вы видите змею на таком расстоянии, замрите. Да, его можно полюбоваться, красавица. Единственное, ближе не надо к ней подходить. Если вдруг вас в лесу группа, не надо змею окружать. Надо всегда давать ей место для выхода. Сохраняйте спокойствие. Не машите руками, не кричите, не поворачивайте спиной. И уж тем более, не убегайте. Под ногами может оказаться еще не одна гадюка. Дождитесь, когда змея уползет и медленно-медленно отступайте. Смотри, это самка. Взрослая самка. А еще дети любят их хватать. Ни в коем случае. Ну, конечно, ребенку-то интересно. Это как живая игрушка получается. Поэтому в лес идете с детьми, предупреждайте. Не надо пытаться ее взять в руки, сделать с ней селфи. Вот как раз это уже чревато для вашего здоровья. А если вы аллергик, то и даже, может быть, для вашей жизни. Что делать, если укусила змея? В первые 40 секунд необходимо попытаться высосать яд. Самостоятельно? Самостоятельно. Причем можно яд либо выплевывать, либо даже его глотать, потому что яд – это белок, и он в желудке просто переварится, не причинив вам вреда. Если змея укусила в бедро или в руку, ни в коем случае не перетягивайте жгутом. Начнется лисис, растворение клеток. Это может привести к гангрене или даже к летальному исходу. Важно не паниковать. Все уже случилось. Выходите не спеша из леса и вызывайте скорую. Ну вот и все. Теперь вы знаете, как вести себя при встрече со змеей. Соблюдайте эти простые и несложные правила. Любите и берегите природу.